В актовом зале администрации Одинцовского района на вопросы многодетных родителей отвечал заместитель руководителя администрации по земельно-имущественным отношениям Наталья Байрамова. На сегодняшний момент в Одинцовском районе 568 многодетных семей. Можно сказать, что по Московской области район рекордсмен. Это только те, кто дал о себе знать. Участники встречи отметили, что их может быть гораздо больше. Проблема наделения многодетных семей земельными участками является приоритетной и очень серьезной для администрации. Дети должны расти и развиваться в нормальных условиях. И эти условия, конечно же, обеспечивают, в том числе, и построение земельных участков, где они могли бы проводить свое время и могли бы за ними ухаживать там запасно и проводить совместное время для заниматься воспитанием. Многие жители ждут своей очереди очень долго. Теперь на новые земельные участки будет выделено 120 гектаров. У нас сейчас ведутся межевые работы для того, чтобы вас обрадовать где-то в конце года. Возможно, это будет у нас в ноябре. Мы планируем вас всех вызвать, чтобы вам вручить эти документы. Сейчас стадия планировки территории закончилась. Впереди стадия утверждения документов. Кто-то до сих пор переживает, что без земельных участков могут остаться семьи, в которых дети достигли совершеннолетия. Их успокоили. Землю дадут всем. Мы вас просим успокоиться в этом плане, поскольку этот вопрос мы уточнили и отработали совместно с органами прокуратуры, с органами соцзащиты. И однозначно можем сказать, что если на момент подачи заявления семья отвечала всем требованиям закона для постановки на такую очередь, то в дальнейшем изменения, в частности, в возрастной категории у деток, это никак не влияет на право семьи в получении вложения его земельного участка, как минимум 10, максимум 15 соток земельного участка бесплатно. Специальное разъяснение по этому вопросу пришлось прокуратуры. Очередь на получение земельных участков единая. Постановка фиксируется с датой подачи заявления. Никита Волчек, Алексей Орлов, телекомпания Одинцова.